Поболтать и попить кофе, обсудить насущные проблемы, узнать много интересного. Эту цель с недавнего времени начали преследовать молодые ребята из Шимкента. А уже много лет подряд далеко в Японии такие же ребята провели свои посиделки и назвали их печекучей. Это с японского просто болтовня. В Шимкенте уже прошла третья печекуча, где собрались представители и спикеры разных направлений. Давайте сейчас посмотрим. По печекуче в Шимкенте приходит все больше людей, от студентов до чиновников разных рангов. И объединяет всех одно желание узнать, чем живет родной город, с какими проблемами сталкивается и есть ли способ их решить. Уже с первого мероприятия организаторы начали набирать постоянных желающих не только поговорить, но и послушать. К слову, на третьем дискуссионном вечере в печекуче собрались спикеры нескольких направлений. Одни говорят о медицине, другие о политике и развитии Шимкента и многом другом. После выступления представители городской власти слушатели забросали вопросами. Тема, которую затронул спикер, касалась проблем Каспия. О проекте по его восстановлению и о перспективах развития, связанных с этим. Печекуче, я думаю, отличная возможность для молодежи, чтобы обменяться мыслями, мнениями и своего рода это интеллектуальное такое шоу, где люди могут задавать правильные вопросы или те вопросы, которые долго их, не знаю, может быть, мучают, может быть, интересуют и, соответственно, со спикерами могут они поделиться. Это, я думаю, очень отличная вообще площадка не только для молодежи, но и для того, чтобы настраивать мост между городами, между взрослыми и молодыми. Я думаю, это здорово. Об истории Шимкента и его истоках рассказал известный краевед Алексей Гончаров, человек, которому глубоко не безразлична судьба Шимкента. Историка беспокоит то, как в Шимкенте безалаберно относятся к памятникам истории. Алексей Гончаров считает, что власть и общественность недолжным образом уделяют внимание сохранению памятников истории. Попросту их рушат, а на месте возводят безликие и никому не интересные торговые площадки. Такими были улицы нашего города в прошлом. Их вернуть невозможно, и это правильно, потому что время бежит. Но дело в том, что на въезде в Шимкенте с серной стороны великолепный архитектурный ансамбль, где написано Шимкентко, Никола, древний город, а кто-то уже запустил новый бренд Сердце Желкого Пути. И, между тем, нет в нашем городе, к сожалению, древности. И даже то, что осталось, сейчас безжалостно уничтожается при полном равнодушии тех, кто за этим должен следить. Все спикеры ограничены во времени. Всего несколько минут дается на одно выступление. И за это небольшое время необходимо рассказать о самом важном и главном. Например, представители прокуратуры всего за 6 минут рассказали об изменениях и новых подходах в своей работе. Прокуратура стала более открытой для населения. Однако, по словам спикера, многие работы прокуратуры понимают по-разному. И большинство неверно. Выступление в Качи-Кучи мы хотели донести до молодежи и до горожан нашего города о том, что система прокуратуры сейчас меняется. Вы знаете, что наше государство достигло до той точки своего развития, когда перемены уже необходимы. Поэтому наша конституция сейчас изменилась. Сейчас изменяется наш закон о прокуратуре. Поэтому это все делается для того, чтобы надзорный орган стал более открытой, прозрачной, эффективной и вообще прокуратурой для народа. А герои нашего времени, молодая и талантливая молодежь, имела возможность познакомить слушателей со своими новыми проектами. Эти ребята не сидят сложа руки, а добиваются своей мечты. И, несмотря на сложности, занимаются реальными делами. К слову, Качи-Кучи набирает уже свои обороты. Ребята ждут новых спикеров. Среди них простые граждане, чиновники и известные личности. Ну, я не буду раскрывать все тайны. Лучше приходите на Качи-Кучи и узнайте. Ну и, конечно же, поболтайте вместе с нами. Продолжение следует...